Всем привет! Какая же всё-таки неделька отличная была! Рассказывай, чем занималась? Я с праздником дедушку и папу поздравляла с 23-го, а потом помогала маме приготовить праздничный ужин. Молодец! Ну а мы ещё раз поздравляем всех мужчин с прошедшим праздником, Днём Защитника Отечества. И на этой тёплой ночи давай скорее начинать нашу программу. Итак, наша детская информационно-развлекательная программа «Переменка» начинается! Ир, представляешь, мой учитель предложил мне поучаствовать в детском фестивале проектов. Ну а ты что, согласилась? Ну конечно согласилась. У меня и время свободное было, да если честно, мне очень интересно. Молодец! Я, кстати, тоже принимала участие в этом проекте. И что думаешь, на следующий год будешь участвовать? Однозначно. Я тоже. 18 февраля в гимназии номер один состоялся фестиваль детских проектов. Этот фестиваль проводится в Искитимском районе уже 13-й раз. Данный проект является отличной возможностью попробовать себя в чём-то новом, узнать что-то полезное, познакомиться с новыми людьми, вероятно, даже найти какой-то новый образ для себя. В фестивале в этом году приняли участие 259 детей. Ребята с 3 по 11 класс. Из них 78 – дети начальной школы. Проекты представили 30 школ. Из них 23 – средние, 4 – основные, 1 – коррекционная школа, 2 – учреждения дополнительного образования, детей «Спутник» и ЦДО Искитимского района. Ребята готовились к этому дню. В этом им помогали учителя, педагоги дополнительного образования, а также родители. Данил учится в 7-м классе гимназии номер 1. В школе он занимается биологией. Он достойно выступил с проектом на тему «Поиск азотфиксирующих бактерий и почв РП Ленёва и РП Дорогина». В будущем Данил намерен более тщательно изучить свойства разных видов азотфиксирующих бактерий и почв нашего района. На территории поселка располагается крупнейший в России электродный завод. Предприятие специализируется на выпуске гравитированных и угольных электродов, катонных блоков, кокса, нефтяного, прокаленного и электродной массы. В результате в производство выделяется много вредных веществ. В поселке загрязнен не только воздух, но и почва, и вода. На территории поселка регулярно убирают опавшую листву, в результате чего изменяется физико-химический и биологический состав почвы. Мы предполагали увидеть малое обрастание в почве, взятой на территории гимназии, так как регулярно идет уборка опавшей листвы, и почва бедна органическими веществами. Определить вид бактерий по окраске, буры с черным пигментом. Мы пришли к выводу, что в почве под сельскохозяйственными культурами вид азотобактер хроококун, а под деревнями азотобактер эльзилис. На фестивале проектов одни ребята занимались исследовательской деятельностью, другие представили реальные макеты своих разработок. Все работы были по достоинству оценены компетентными представителями жюри, которые умеют общаться с детьми. Жюри задавали волнующие их вопросы выступающим, те успешно отвечали. Мы исследовали вкус мороженого, и третий образец, те, кто пробовали, я так понимаю, 10 человек из работы, сказали о том, что вкус был горьковатый. Как ты думаешь, а в связи с чем горьковатый вкус вот этого мороженого был? Много какао-порошка было, и то, что мало сахара было. Какие еще субстракты для выращивания растений можно использовать в нашей сибирской регионе? Грунт чаще еще используется, но можно еще и в более легком способе на вате, на марле, на ватных дисках и на специальных ковриках для выращивания микрозеления. Фестиваль показал, какие талантливые умные дети. Они серьезно подходят к сегодняшним проблемам общества и предлагают варианты их решения. За период подготовки школьники научились многому. Формулировать проблему, выстраивать ход работы, изучать источники, изготавливать модели, изделия, писать программы и многое другое. Научиться и разобраться в этом помогли их наставники. Вместе у них получилось создать настоящие шедевры. Интересно и увлеченно ребята представляли свои работы. Защита проектов превратилась в праздник для всех. Жюри пришлось принять трудное, но справедливое решение. Прекрасная подготовка детей и творческий подход не оставил и тени сомнения по присуждению выступающим призовых мест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова